Сегодня принимали поздравления сотрудники Управления налоговой службы Чувашии. В этом году ведомство добилось значительных результатов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Профессиональному празднику высокие оценки. Налоговая служба Чувашии в семерке лучших по стране и первая в ПФО. Сложная работа сотрудников ведомства в этом году отразилась и на росте доходной части бюджета, отметил глава региона. Только объемы налогов в казне достигают 26 миллиардов рублей. От результатов вашего труда напрямую зависит сбалансированность республиканского бюджета, консолидированного бюджета, финансирование государственных программ и мероприятий, которые заложены в этих стратегических документах. Все социальные обязательства и по этому году, год уже завершается, и по прошлому году мы сполна выполняем. На этой соответствующей оценке федерального центра, правительства Российской Федерации, задачи президента своих мероприятий, национального проекта четко поставил. Мы участвуем в 11 национальных проектах Российской Федерации, поэтому работы нам предстоит еще очень много. Одна из ключевых задач, возложенных на сотрудников налоговой службы, сокращение количества работников, получающих заработную плату в конвертах. За прошедший год, благодаря рейдам, сотни человек оформили трудовые договоры. Объемы страховых взносов увеличились в разы. С участием сотрудников органов внутренних дел в настоящее время проводится каждая вторая выездная налоговая проверка. Эффективность таких проверок выше, до начисления по ним, как правило, образуют в состав налоговых преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. И как следствие слаженной работы с правоохранительными органами, сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками по материалам проверок, направленным в следственные органы, возросла почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С каждым годом, отмечает начальник налоговой службы республики, ведомство становится все более открытым и мобильным. Десятки услуг переведены в электронный вид, но впереди немало новых задач. С 2020 года в Федеральной налоговой службе будут переданы полномочия по ведению государственного информационного реестра бухгалтерской отчетности. Соответствующие полномочия у РУСТАТа будут исключены. Таким образом, в Федеральной налоговой службе будет реализован принцип одного окна. Лучшим работникам службы глава региона вручил благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.